Мы все время ждем, что сейчас нам придет государство сказать Вот вам, пожалуйста, разнарядка, вот вам берите столько людей, вот вам давайте делать Не будет этого Еще раз, так как я очень много занимаюсь изучением именно особенностей международных различий В России очень сильная ориентация на прошлое и настоящее, а мы не смотрим вперед Вот сейчас у меня было около 100 человек из Китая Они вообще не спрашивают, что государство, они делают сами Они понимают, даже установку, перевод, мы развиваем, мы работаем и так далее Вот, к сожалению, это не заложено На идее я в своем возле тоже должна говорить Дали мне, пожалуйста, работу Мне столько-то лет, почему вы мне не даете работу Я на пенсии уже 12 лет И тем не менее работаю Давайте начнем вот с чего Первое, как мы к этому не готовимся Мы вообще не готовимся Нам обязаны в 55 лет нам обязаны, там, женщинам, мужчинам в 60, обязаны что-то дать Не дадут Я в 55 лет, когда пришла получать пенсию, я была в слезах Потому что я посмотрела, написано «пенсия по старости» Для меня это был такой шок, вы не представляете Я такая красивая, замечательная, и мне говорят «пенсия по старости» И если ты сейчас не сдашь эту пачку документов, то есть я не буду пенсии по старости Первое, что я сказала, да, девушки Вот первое для меня это шок У меня стулья И поэтому, если вы сейчас мне любите документы, то у меня шок еще больше Я могу влиять на отметку вот прямо у вас здесь Но сегодня мне сказали Так, дорогая, хорошая, сдавай документы, не надо, потом донесешь А пенсия будет считаться с сегодняшнего дня Спокойно Вы понимаете, в чем дело? Вот увидев 55 лет пенсия по старости, для меня это был шок И я поняла, хорошо, а что я такой? Мы сейчас говорим очень интересные вещи Как брать на работу? А как сделать так, чтобы ты остался на работе? Как сделать, чтобы ты все время был нужен? Вот это, наверное, важнее И как я вложу в себя, и что я сделаю, что я не вывожу? Вот я работаю уже 12 лет, и я не могу сказать Я вам честно говорю сейчас Вот недавно еще хочу уходить, не могу больше Нучка родилась, внучкой займусь Мне, скорее, за нее уходиться нужна людям Для меня это был такой шок Потому что, действительно, мы должны подумать А что мы внутри? Я начинала в этом выступлении еще на учащей сессии Перестаньте ждать, что нам сейчас как Вот разнаряд, который устроит из того, что человек Вот интересно, правильно вы сказали Мы не любили сайти в бизнес Они не согласились уйти И сейчас вот с этим серебряным возрастом Которым вот я все это пропагандирую Я говорю, давайте подумаем А как мы будем перекучивать людей? Люди не хотят Вот что самое страшное Они вообще ничего не хотят Я спросила, говорю, хорошо Представьте себе, вот ваш регион У меня были много города Ваш регион, что вы будете делать там через 5 лет Через 10, представьте себе Да не знаю, но у нас будет государственная поддержка У нас будет бюджет Мы получим то-то, то-то Мы не привыкли ничего делать сами Поменялось время Молодые у нас действительно Но мы сейчас колоссально на шанс Строиться в эту систему Почему? Демографическая яма Не хватает людей Не хватает Но как нас, вот как нас строить Да чем мы будем нужны? Вот как, например, там молодой приходит профессор И я, да? Чем мы будем, можем помочь? И вот, не знаю, для всех, где фильм «Стажер» Очень интересно Да, он такой американский Ну, легкий, прекрасный Но человек, у которого есть навыки Которых нет у других Я считаю, ну, не знаю Мама говорила, что ты не советский человек Не советский человек Я считаю, что нельзя ходить протяжной рукой Никто нам вот ничего не сделает вообще Ну, не будет Дайте мне работу Дайте мне, трудоустройте меня Наталья, я тоже думаю Люди, которые активны Которые чего-то хотят делать И вы заметите Вот сейчас термин «обучение на всю жизнь» Это важно Мы не можем остаться в той профессии В которой мы выбрали 30-40 лет назад Ну, не можем мы Время поменялось Не можем мы остаться Даже вот преподавая Я не могу преподавать То, что я делала 20 лет назад Я не могу У меня тема такая еще Жуткая лидерство, да? Когда мне говорит начальник Ты ты же всех лидерами сделаешь А я зачем? А ну прекрати А ты сейчас научила Они что будут Тоже думать, что они лидеры Поэтому это очень серьезная штука Когда я разговариваю С молодыми нашими студентами Спрашивают А как у вас? Значит, у них проблем очень много Проблема коммуникации Проблема одиночества Хотя мы говорим о стариках На самом деле Одиночество Они все в сети Проблема общения Очень серьезная И вот мы им нужны Наверное, совсем другими навыками Я говорю, а зачем? Коммуникация Простроясь Научить их действительно общаться Научить их что-то с другом Поэтому мне кажется В любой профессии Мы сейчас очень модное слово Западное Я выбираю западные слова Мемберство, да? И мы думаем Можно я слово Коучинг Все мне говорят Какой-то коучинг Это что? Вот коучинг Откуда это слово? Это слово вообще английское Это куча Лошадей я там вот Мог объезжать и так далее Так вот Мне говорят А у нас было институтноставничество? Что меня всем пугает? Что мы говорим А у нас все было? А у нас все было раньше А у нас все было чудесно А что вы сейчас придумываете? У нас такое было Вот даже Алферов Жара с Алферов Говорят Гомбриевской премии Нанотехнологии Когда владели Это когда-то было Ну лет 7 назад Он говорит Да у нас были нанотехнологии Приезжай на мойку Написано Нано-мойка Спрашиваю Ребята А что там за нано-мойка? Вы чего делаете? Не знаю Я говорю Ну что такое нано-мойка? Ну написали нано-мойка Нано-мойка Понимаете? Мы берем термин Мы не думаем Мы думаем Что у нас все было Мы закрываемся этим Мы закрываемся тем Что мы не интересны Еще раз Бабушка Дедушка Мама Папа Мы не интересны Младному поколению Если мы сами себя не разбиваем Поэтому Вот эти все разговоры Дайте нам Покажите нам Зачем вы нас собрали? Мы ждали Что здесь будет государственный орган И сейчас я вам скажу Что делать Мы ждали Что будет бизнес Скажут Про снарядки И вас берут Вот 300 человек Пожарятся все ко мне Не дадут Наталья правильно сказала Бизнес делает деньги Госструктура Знаете что пугает? Пугает Что молодежь ничего не хочет Вот когда молодежь Прошу Ты где хочешь работать Они все хотят работать Вот это пугает Потому что Мы сейчас ждем Что они будут активны И вот Наверное Наша задача Вот наша задача Ну вот наша Как обучающая организация Показать Что во-первых Обучение В твой диплом Ничего не значит Мы берем Мы сейчас Клинин Со страшной силой Америка Но если мы возьмем Пример Америки Если ты не работал Не обучался Не менял что-то В течение пяти лет Ты вообще не интересен Ты не интересен Вспомните Что было 2000 год У нас не было компьютера Мы ничего не знали Сейчас все с гаджетами Сейчас все понимают Эти технологии Сейчас слово инстаграм Все понимают Да Вот я вам рассказывала Про фейсбук На который мы все это записываем Вы поймите Нам никто ничего не сделает Сейчас очень интересно По разным странам Я посмотрела статистику Вот на самом деле Возрастной центр Есть во всех странах У меня подруга Там социолог Из Америки Которая Свардает Три у нее печки Три докторских Она сейчас не востребована Возрастной центр Все равно есть Как вы думаете Что она делает Сидит Нет ничего Не сидит Она идет И обучается На курсах Ну это вот Медицинские Это как знаете Как в больницах Есть там Нет Они как религиозные Вот капелланы Они учат их Подумая о будущем Подумая о вечности Подумая о годе Она пошла учиться Пошла учиться Приходит и говорит Я учусь этим Я работаю Вот в больнице Я иду в больницу Потому что Меня уже тоже Вы не думайте Что в других странах Вообще не было в алмазах Для стариков В 45 лет Возрастной центр А вообще везде И в Германии Везде В Сингапуре сейчас Интересная статистика Что они говорят Мы берем людей На работу старшего поколения Но в Сингапуре Они учат другому Они будут в этой мудрости Вот умению Вот понимать Не прерывать связь поколений А у нас немножко другой подход Поэтому Давайте рассчитывать Конечно мы общество Коллективисты Конечно Марафон бежать легче Конечно Вместе Да Вот мы сели И побежали все Отстали Не отстали Но все бежим Вроде как в ту сторону Побежали А сейчас К сожалению Придется выбирать Куда бежать К сожалению Уже даже И это надо нам К этому готовиться Потому что Если мы будем думать Вот я вышла на пенсию По старости Как я вам сказала И сейчас что? А пенсию мне дали Я как вспомню Слезы Слезы Потому что Все что там Посчитали Они все не засчитались Потому что Их бумажек не было Чего-то еще не было Мама сказала Добивайся Не буду Не буду Я считаю Вот так нельзя Отстаять Ты либо стоишь Чего-то Или ты не стоишь Я в последний раз Училась Пару лет назад Так В период Училась Поэтому Знаете То интересное Я нашла Очень интересную Статистику Что когда мы говорим Что люди Сталеют по интеллекту Ничего подобного Вот самое интересное Что В 43 года В 43 года Человек Только умница Хочется Концентрироваться В концентрации В 50 лет Он прекрасно Изучает новую информацию Решает Теоретические задачи В 48 лет Мы только начинаем Понимать чувства людей То есть Вот это вот Сопереживание Только в 48 лет А теперь Внимание Знаете Какой пик Умственной способности В каком возрасте 67 То есть Мы С пиком Умственной способности Сидим и говорим Дайте нам работу Дайте нам работу Возьмите нас на работу Наверное Дать работу Действительно сложно Вот я тоже В бизнесе Много работаю Дать работу сложно Но удержаться Если ты Чего-то стоишь Это бизнес Поэтому Наверное Выбор в эту Это очень важно Я Валерия перебрала Да? Ну Минутка Ну все Я заключу Спасибо большое Ну опять Ну извините Но у меня Вот действительно Вот такой подход Какой-то Ну Нормальный Давайте думайте Никто нам Никогда Ничего не сделает Вообще Никто Поэтому Давайте сами О себе думать Забудьте Кому мы Нужны Все Пригнаться На самом деле Я думаю Спасибо Спасибо Спасибо